Привет-привет, друзья! С вами ваш друг и ведущий программы CyprusBuzzGuide Вадим Лозицкий. Вот еду на маленькое озеро, недалеко от Никосии. Смотрю сейчас горы, все-таки уже осень. В горах всегда признак, уже появляются какие-то небольшие тучки, я вижу отсюда. Здесь-то в городе тепло, солнце, даже не поймешь, что осень, потому что ничего здесь не изменяется. Видите, поля все такие высохшие. Вот, сухо, солнце светит, а в горах я вижу немножко небольшие тучи. Но это не совсем такие большие горные, горы, скажем, высокие, но все равно. Озерцо маленькое, там несколько таких озер. Я на нем был весной, был летом потом, и потом долгая пауза. На нем не было, так что что там сейчас происходит, я не знаю. Ну, сейчас приедем, посмотрим. Ну, глубокой осенью это классическая картина. Именно маленьких водоемов Кипра. Если я здесь был весной, видите, вода вот была вот там вот, под самые камыши. То потом, в течение лета, озеро спускают. Оно не высыхает, просто местные деревни берут много воды на полив. И вот где-то до 5-6 метров воды стабильно уходит. Озерцо, как сами видите, маленькое. Мест не очень много, и особо таких мест, где найти баса, их очень мало. Я бы сказал, даже практически нет. Поэтому сейчас я буду спускаться вниз и искать именно баса по рельефу. Это достаточно очень интересная ловля, потому что прицепиться как к заливчикам, к кустам, где мы привыкли, к мели, такого здесь нет. Здесь совсем другая ловля. Бас, скорее всего, будет здесь посредине озера. Так как оно маленькое, на глубине. Где-то прятаться под отвесными скалами. Вот видите, там очень хорошо видно вот такая скала. Ну, сейчас спускаюсь вниз, соберусь и будем там искать, смотреть, что себе покажет этот водоем. Вот здесь небольшие такие точки. Очень хорошо, свежо, так классно. Солнца нету. Хотя и самый день ловить одно удовольствие. Ну, все, я на водоеме. Приехал супер, солнышка нет вообще. Ловить прям вот, чтобы всегда так было. Видите, да я даже не баф не одевал сегодня, без очков. А еще день. Тучки так накрыли, озерцо классно. Ну, я посмотрел, посмотрел сейчас по сторонам. Вы сами все видели. Маленькие озера, они, конечно, красивые. Но они красивее, конечно, зимой, весной, когда здесь вода прозрачная, много зелени. Они заполнены до самого предела. Пахнет цветами. Сейчас здесь, конечно, тоже красиво. Пахнет горным такой воздух. Пахнет растениями, сосной. Классно. Но вода слишком упала, и рельеф такой превратился, знаете, пустынный. Даже глазу нечему зацепиться возле берега в плане рыбалки. Но, тем не менее, рыбы здесь не стало меньше. Я думаю, что здесь много баса. И причем крупный. И ловить его не менее интересно. Здесь для таких озер с каменным рельефом, структурой, где скалы, обрывы, есть определенные техники, которые я буду сегодня применять. Вода немножко мутная, я уже смотрю. Здесь я совсем здесь возле берега, поэтому заглядываю. Кстати, поставил сегодня на катушку абсолютно новую плетеночку. Намотал 170 метров от компании Потом 21. Экстир. Второй номер это 0,23 мм. Кто-то скажет сразу, что за канат. Так, какой-то толстый. Зачем такое? Конечно, да, я соглашусь. Плетеночка, конечно, четырехжильная, толстая. Но я всегда имею одно удилище, два в запасе, именно для такой ловли. Потому что басовая ловля, как вы знаете, это такое жесткое выкачивание. Я стою на обрывистом берегу, и мне некогда там разбираться с фрикционом и так далее. Постоянно идет трение об скалы, поэтому такой шнур, такого диаметра имеет место быть. Мне дальние забросы на этом маленьком водоеме вообще не нужны. Здесь нужна точность, надежность. Поэтому я оставлю такой шнур. Как он себя сегодня покажет на забросах, на вываживании. Вот как раз я и хочу проверить, посмотреть. Ну и поделюсь с вами, естественно, впечатлениями уже в процессе. Так что вот сегодня такая обновочка. Более посмотрите внимательно, если поближе. Видите, он многоцветный. Мне очень нравится многоцветный шнур, потому что очень хорошо контролировать приманку, когда ты ловишь на Техас, на Отводной, на Каролину. Когда поклевки не совсем точные, иногда они отбивают руку. И по цвету шнура ты можешь определить, куда направляется бас. В берегу он, например, пошел в сторону, раз, потянул на ветру. То есть контроль шнура, это очень важно. Поэтому вот эта цветовая гамма на шнуре очень лично мне часто помогает. Так что вам рекомендую, если есть возможность, покупать цветной шнур. Так, есть приманочек. Вот, я складываю при вас. Сейчас беру коробочку. Возьму коробку с глубоководными кренками обязательно, потому что есть здесь скалы. Есть где его покидать. Здесь у меня пару миношек в этой коробке. И возьму я сегодня ратлины. Вот я про ратлины вам рассказывал. Я тут сразу присмотрел местечко. Есть скалы. И сейчас бас обязательно будет стоять у дна, так как это уже у нас такая восемь глубокая, так скажем, такое выражение. Поэтому некоторые техники именно с ратлином могут сработать. Я не уверен точно, будет ли бас брать здесь он, на эти ратлины, понравится ему или нет, мои цвета и моя проводка. Но сработать оно может. А так, если вдруг он не отзовется на ратлин, то естественно, конечно, мы будем его пробовать вылавливать резиной. Опять же, Техасом. И комбинировать приманки, комбинировать именно, может, там, с размером поводком, пулями и так далее. Потому что ловленную съедобную резину со дна нужно быть очень аккуратным и очень быть внимательным, чтобы увеличить поклевки и поймать большого баса. Потому что просто забросить резину недостаточно. То есть бас может плевать мелкий, но нужно постараться выманить большого. Это моя задача. И задача любого рыболова, естественно, хочется поймать трофей. Поэтому, чтобы научиться ловить трофей, я вам буду показывать и рассказывать. Так, я сейчас, короче, привяжу клюрокарбон и спускаюсь к воде. Здесь мест немного, поэтому я практически на одном месте. Пару часиков, темнеет очень быстро. Ну, посмотрим. Сейчас полным днем и, естественно, у нас под вечер. Надеюсь, все хорошо получится. Все, привязываюсь, короче, и погнали. Ну что, ребят, начнем. Я, на самом деле, разложил, мне готово сразу две палочки, чтобы быстрее мне ориентироваться. Одну я сделал сразу с Техасом, а в другую хочу начать более с активной приманки. Ратлин или тот же ВИП, о котором я долго вам рассказывал. Я поставил, вот видите, вот такой достаточно яркий цвет, как я им буду сейчас ловить. Так как здесь на дне нет кустов, и одни скалы, камни, я вижу, под водой уходит такая бровка. Естественно, потом я буду ловить резину, а бас стоит на дне. Поэтому тактику и технику, которую буду применять, это тоже относится к дну. А конкретно сейчас намочу плетеночку, чтобы лучше сходить на скатушке. То есть я, видите, делаю заброс. И жду, пока у меня вратлин опустится полностью на дно. Он упал у меня на дно. Что-то как джиг. Я сейчас немножко прокручу, остановлю. Прокручу, остановлю. Прокручу, остановлю. Попробую этой технике, а потом просто равномерно. Это классично. Чтоб он как бы немножко поиграл-поиграл, побил по дну. Потом остановлю. А сейчас можно уже просто равномерно. Изначально мы делаем сначала вот эти вот движения, чтобы создать на дне такую муть, удары. Он внутри каждого випа, вратлин, есть погремушка. Соответственно, он создает при равномерной проводке еще определенный шум. А когда он падает на дно, сделает рапкан. Этот шум вдвойне больше. Поэтому я даю ему опуститься на дно. Он тонет очень быстро, врезается в камни. Вот этой погремушкой сразу же на дне создает такой шум. Если рядом там есть бас, он, конечно, на это сразу реагирует. Почему я рассказывал про рапины и гибы, это достаточно очень активный приманк. Поэтому вначале я его кладу на дно. Несколько проводок с паузами, с остановками, чтобы он поврезался в камень. А потом уже начинаю равномерно. Вот проводочку делаю. Раз, 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 раз. По дну его бухаю. Но это я еще раз повторяю. Самый важный момент, запомните. Это нужно делать, если вы хорошо знаете дно, что там камни. Если кусты и трава, то вся ваша работа пойдет просто на смазку. Ничего не получится. Так как здесь особо заливов нету и озеро маленькое, видите, я сделал буквально около 10-15 забросов на классический ратвин серебряного цвета. Сейчас поставил ратвин чуть-чуть поменьше. Быстро тонет, но он уже салатового цвета яркого. Сейчас посмотрим. Иногда как раз по цвету этой воды цветовая гамма играет очень большую роль. Ратвины ВИП очень достаточно активная такая приманка. Она сразу быстро собирает там рыбу, которая стоит на дне. Но еще раз повторю, конечно, не факт, что басу понравится эта приманка. Возможно, она не реагирует. Питается здесь классическими рачками, червячками. Будем его, естественно, потом манить на резину. Здесь видел только что недавно, кстати, два хороших всплеска. Мощных. 100% бас, потому что другого хищника здесь просто нет. Карп так и плещется. Вот. Уже захотелось покидать на поттер какое-то время. Но Может, если попробую поттер, то совсем под вечерок. Если найду здесь какой-то мельчок. Пока продолжим ловить на ратлин. Хочу такой активен кольц создать. Так. Мой любимый Ратлин с компанией Мегабас. Я на него в свое время несколько лет назад у меня рекорд на него 2-700. Выстреливал хорошо. Предыдущие два не сработали. Я его называю лимончик. Такого лимонного цвета. Да. Совершенно hopefully. есть есть сразу и вот это лимончик сошел сошел мелкий вот это лимончик видите вот что значится приманка проверены просто сменил третью приманку пошло небольшой басик ну вот сработал сработал приманка все-таки мое убеждение практически уже начал бить по дну и взял есть малыш малыш стопудов на крэнк такой маленький удар сошел сошел ну дело пошло уже ведь смена приманки такой вот лимончик мой любимый крэнк дело пошло сразу вот что значит решает как говорится мегабас завородящий вот какие чудеса дела есть только что-то у меня радует рад не бил прямо поэтому по берегу здесь есть такая небольшая мель несмотря на мутную мутную воду сейчас успокоилась прямо я захватил себе все таки папирочек мне даже самому интересно чем скажет папирочек попробую все таки как раз вот гранатной воды то что нужно по моему нет как раз вот такой яркий 3d кстати такой называется такой в таком формате он в любимый кстати рочек проверив очень интересно потому что видите здесь такой мельчок и до этого когда я подходил сюда он очень активно прыгал на что он гонял какую-то мелочь вдруг сейчас прямо из работы узнать хотя на озере гладь не всплеска не души вообще мы поппер слышно на все это озеро с плотины даже вас приплывет если конечно интересен вот это дал ух ты класс и сошел они не не есть 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 он берегу пошел класс вот это дал и не ожидал на медленной проводочки вот это уже дело все таки папир не подводит никогда вот так ведь красавчик класс да все таки я был прав если видите золотой правил надо запомнить у нас всегда если видим мельчок тихо и спокойно все тепло можно использовать поппер вот он оголял там малька так я щас быстро с ним сфоткаюсь ребят и выпускаю чего уже поинтереснее месяца поппер все-таки сработал активнее чем ратлин бачка не выпускаю солнышко появилось как раз классно взял конечно все ушел как всегда все залью все перелепа да довольно неожиданно конечно сработал поппер хотя все условия под ними я уже настроился на позднюю осень совсем забыл а здесь для поппера по моему лучше не придумаешь ты единственный мель второй заброс булька не нужно делать здесь такой аккуратный агрессивный не совсем чтоб он услышал разогнался не мазал поппер как всегда быстро выручает как говорится снял сливки вот возможно он еще крит я не буду упираться долго я немножко попугал сейчас взял вот такой вот это можно сказать крэнк похоже с либом с ратлинами форма у меня тоже глубоко глубоко тонет он медленно тонет поэтому им можно работать и свитчингом и равномерной проводкой так равномерная проводка уже работал с ратлинами с ним я попробую работать свитчингом буду тормозить его паузу задавать и что медленно-медленно тону можно сказать такой пассивный твичинг меняю приманку и результат сразу с первого заброса я поймал на поппер вот что значит результативность и смена приманки видите то есть сразу покидал на поппер поймал баса несмотря на то что он взял я сразу достаю крэнк и вот и на этой паузе то что я и говорил то и получилось то есть вот быстрая смена приманок она дает результат то есть если уже мы понимаем чувствуем что место достаточно результативное и что бас есть поэтому нужно менять приманки и быстро его как говорится вычислять вот так то же самое с попперс первый заброс бас и здесь сразу первый заброс небольшой небольшой будем ждать и все вот на этой бровке все на этом перепаде вот они стоят здесь такой вот хорошей паузы водичка игры не прозрачная поэтому нужно ему разглядеть приманку разогнаться фух все супер тишина такая стоишь дышаться горным воздухом мне нравятся маленькие горные озера что вот такой вот как говорится как это банально не звучало уединение с природой на больших озерах которые близко с городами там народа всегда много и сожалению мусорят машины эти озера не популярны как берега здесь тяжелые вот так одному приятного видите и по рыбке классно васик поклевает сейчас точечка немножко отдохнет тихнет басик посмелеет тем более к вечеру сто процентов сюда на мель подойдет можно опять попробовать на поппер а если он сейчас совсем затихнет и уйдет туда на глубину вот сейчас его как раз самое время когда доставать резины видите как тактически технически нужно работать если хотите если хотите ловить бас то есть Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Среди скалы всякие Конечно Стоять, ловить на месте Не мой вариант Вы представляете Здесь я стоял Здесь была прям вода С камышей кидал Весной Но тут не метров пять Я вам даже соврал Тут все метров восемь упала вода Большой процент Вообще ровные берега То есть, как я понимаю То, что я сейчас нашел эту точку Бас ищет какие-то минимальные Бровки На этих бровках Концентрирует самолек Вот И он его В течение всего дня Рисует Так Перебрался Но это все Видите, пешочком прошел Это конец озера Проверим, что здесь Сейчас выберу себе Хорошим местечком Видите Вот само озеро Ну вот На ту сторону Перекидывается легко Поэтому воды мало В отличие С другие озера полные Соответственно Видите Везде клев По-разному Везде выстреливают Разные приманки Так Ну что Остановлюсь здесь Так Вроде бы есть Персективные места Так Еще пробегусь Здесь быстренько Оратлином Все это Обстучу На активность Но потом посмотрим Судя по всему Здесь Не глубоко Тихо Так как у нас уже Опа Есть Есть Сразу Ух ты Сходу Класс Ух Ух Хорошо Сопротивляется Вот так вот Сносит ратлин Если ратлин Выстреливает Значит Небольшой тоже Но сопротивление Хорошее Ну просто идет Ко мне Такое Заполкило Точно Сейчас начнет Ох 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 Давай 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 Хорош Ох Смотрите Как Жизнь Дает Возле берега Вот Для чего Нужны Ух Класс Здорово Здорово Ну это уже Ближе килограмм Хорошие тройники Ну да Это ближе килограмм Стопудово Сейчас Ох Сейчас просто Тяжело Очень Вот такая вот Рыбка Да Видите Вот сработал Ратлин Про который я вам так долго рассказывал Если есть правильно Ратлин И ей не уметь работать Вот и результат Класс Так С первого заброса Пришел Новая точка Активная приманка Очень быстро Собирает рыбу Есть два тройники Два тройника Очень острые Надежные Специальные тройники Поэтому схода Просто Быть не может Хороший бас Отлично Я думаю Грамм 850-900 До килограмма Чуть-чуть Не дотягивает Под килограмм Так Тоже сфоткаем И выпускаем Класс Продолжаем Но ведь Хорошая рыбалочка Сегодня Мне уже Бед только что Я поймал Одного на Ратлин Но сразу же Не продолжаю Ловить на Ратлин Оставлю быстро Поппер Потому что здесь посредине Только что Такой чемодан Плеснулся Я думаю Там больше за двух Пройду спутером Проверю Опа Есть Есть На той стороне Сразу На мели Небольшой Но приятно Приятно Класс С ударом По тот берег По тот берег На мель И есть Шикарно Шикарно Просто Вот сегодня Разнобой Раздач Хорошенький Хорошенький Такой Полкило Босяра Есть Все Уже Нафотографировались Поэтому Этих Сразу Буду Отпускать Сколько Потому что Пока Фотографировать Пока Спустил Только Трачу Время Не Надо Ловить Как говорится Лови Пока Ловится Потом Уже Разберемся Так Сейчас Аккуратненько Без Шума Не совсем Без шума Не получилось Ну вот Под Бережочком На мели Стоял Все Значит По классике Работает Поппер Сработал Мгновенно На Ратлина Сделал Только Один Заброс Вы видели Сразу Поймал Сейчас Ставлю Опять Назад Ратлина И вот Туда Под скалу Я думаю Что Они Все Там Стоят Так Ратлин У нас Упал на дно Лубина Небольшая Поехали Здесь Ратлином Простукивается Ну он даже Об дно бьет Об камень Прям бьет Ну с одной стороны Даже это лучше Это хорошо Есть О О Ух ты Вот это Солидно Учешься Так Только Не сошел бы А Сошел 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 Случайно Тут Пока Тут С камерой Возился Да На Ратлина Кстати Круп Покрупнее Покрупнее Басы Явно Покрупнее Это Факт Отлично Прямо вообще Давно Вот на Ратлина Так не отрывался Давно У меня в коробочке Лежал Давно Лежал Но ловил я на него Как раз только крупные Именно крупного Баса Еще помню В свое время В ноябре Про 2700 Который рассказываю Тоже на одном Из таких Озер Там конечно Валянул Так валянул На равномерной Проводочке Ну я ему дал Сейчас спуск Что-то замешкался Это мне не знаю Сходов 10 штук Поймал Это все Я ловлю Полтора часа Ребят Если что Сегодня такая У меня было Помните Весенняя раздача По 30 штук Сегодня у нас Такая Можно сказать Осенняя раздача Потому что Каждый второй Заброс На разные приманки Видите Сразу поклевка Ну что друзья Сегодня Можно Аквартизовать Так Рыбалка удалась Выбрал правильное место Выбрал правильное озеро Решил сюда поехать Не зря Подобрал приманки Попробовал все приманки И ощутил Невероятное удовольствие Ну вы в принципе Все сами видели Бас был активный Вот чуть-чуть Мне не хватило Доловить этого крупняка Он кстати Очень хорошо Активно проявлял Себе именно Когда приехал Когда было солнышко А когда уже Повечерело Он пропал То есть я думаю Что может даже К плотине ушел Куда-то на глубину Ну половил я сегодня Короче от души На все приманки Было классно Сегодня вот Одно Из тех событий Когда Ну как событий Как раз Вот тот момент Когда сработал Именно ратлин Я Не так часто Ловлю на ратлин Вообще очень редко И сегодня Именно ратлин Показал себя Очень хорошо Ну и другие приманки В принципе неплохо Но ратлин сегодня Сработал Я показал вам технику Ну надеюсь Вам было интересно Как всегда Какие-то Полезные Для себя Вещи вынесли Информацию Вот Так что Ребята Кто не подписал Не подписался Подписывайтесь на мой канал Обязательно Я буду продолжать Для вас снимать Рассказывать Присылайте Интересные вопросы Обязательно По Кипру Кто был Кто не был уже Буду на них отвечать Ну и стараться Для вас друзья Всем хорошего До новых встреч Как говорится И берегите себя Пока-пока Друзья Субтитры сделал DimaTorzok